Итак, вопрос на засыпку. Вы когда-нибудь пытались продать что-нибудь онлайн? Удалось ли вам это? Или, возможно, из-за финансового кризиса вам пришлось выставлять на продажу часы, подаренные бабушкой на выпускной? Не волнуйтесь, вы без труда справитесь с искусством онлайн-продаж после того, как узнаете несколько секретов успешной торговли. Начнем с номера 12. Определите лучшую цену. Если цена, которую вы установите для своего товара, будет необоснованной, покупатель заметит это и дважды подумает, прежде чем открыть объявление. Если вы не можете предложить нечто уникальное вроде волшебного напитка и слез единорога, то вам не избежать конкуренции на любой из торговых площадок. Даже если вы сделаете профессиональные фотографии своего товара и напишите описание достойной пулицеровской премии, люди все равно будут искать предложение получше. Если вы пытаетесь продать нечто совершенно обычное, потенциальный покупатель просмотрит сотни подобных объявлений, чаще всего отсортированных по возрастанию цены. Оказавшись в конце этой очереди, вы увеличиваете вероятность того, что вас вообще не заметят. Поэтому стремитесь к золотой середине. А если вы хотите быстрее продать товар, установите цену ниже, чем у конкурентов. Также помните, что ваша цена не должна превышать 50-60% рыночной. Ведь никто не захочет покупать старую вещь по цене новой. Номер 11. Правильно выбирайте время. Для размещения объявления в сети выбирайте вечер вторника, среды, четверга и воскресенье. Именно в это время многие люди сидят в интернете. Первые выходные после зарплаты также отлично подойдут, чтобы выставить товар на продажу. Пытаясь продать что-то на интернет-аукционе, помните, что торги, которые заканчиваются после полуночи, неэффективны. Участники аукционов обычно активны в последние часы, и далеко не каждый из них откажется от сна ради покупки вашей камеры. Постарайтесь рассчитать все так, чтобы торги закончились в промежуток с 7 до 9 часов вечера. В это время активность в интернете находится на пике. Не стоит устраивать аукцион в пятницу и субботу вечером, так как многих людей просто нет дома. Номер 10. Помните про сезонность. Когда бы вы стали искать лыжи? В июле или ноябре? Или, например, покупать летние вещи в октябре или в мае? Конечно, вопрос актуальный, если вы не живете в тропиках. Здесь есть логика. У каждого товара есть подходящее для продажи время. Возможно, придется все спланировать и немного подождать, но это абсолютно оправданно. Поторопившись продать сезонный товар не вовремя, будьте готовы получить за него гораздо меньше денег. Практичные компьютерные аксессуары, автотовары и подобные вещи не зависят от времени продаж. Номер 9. Создайте профиль, заслуживающий доверия. Конечно, люди скорее купят товар у того, кому доверяют. Поэтому придумайте простой и понятный логин. Имейте в виду, что AnnaSmith95 звучит лучше, чем пушистый котенок 95. Если вы планируете продавать однотипные товары из одной категории, то можете включить их название в свой логин. Будьте вежливы с покупателями, тогда они оставят о вас положительный отзыв. Если вы только начали работать на сайтах вроде eBay, то можете повысить свой рейтинг, купив вещи у других продавцов и написав им положительный отзыв. Это будет прекрасной инвестицией. Номер 8. Добавьте бонус. Все любят подарки. Маркетологи давно используют этот трюк, чтобы продать не самые популярные товары. Подарок или приятное дополнение к заказу увеличит ценность покупки в глазах покупателя. Это также хороший метод, если на рынке у вас много конкурентов. К примеру, если вы продаете ноутбук, предложите флешку или наушники в подарок – игрушка прекрасным дополнением к заказу детской одежды и т.д. Обязательно расскажите о бонусе в самом начале объявления. Номер 7. Попробуйте продать несколько вещей сразу. Этот трюк особенно хорош для одежды. Выберите несколько похожих вещей, собрав, к примеру, чудный летний костюмчик или комплект из пяти футболок для трехлетнего ребенка. Покупатели оценят возможность получить несколько вещей по хорошей цене. Номер 6. Позвольте покупателю поторговаться. Слишком низкая цена может вызвать у покупателя некоторые подозрения, например, о том, что товар неисправен или не так хорош, как вы говорите. Так что даже если вы готовы продать вещи по сниженной цене, установите более высокую, уточнив, что возможен торг. Эта расхожая фраза обычно привлекает даже тех, кто не собирался ничего покупать. А согласившись на более низкую цену, вы порадуете покупателя и одновременно получите ту сумму, на которую рассчитывали. Номер 5. Учитывайте транспортные расходы. Интернет позволяет взаимодействовать людям из различных регионов и стран. Продавцам часто приходится отправлять товар за сотни километров. Размещая объявления, заранее продумайте доставку. Кто оплатит стоимость транспортировки товара или курьерские услуги? Обязательно уточните эти детали в описании или обговорите этот момент с потенциальным покупателем прежде, чем заключать сделку. Таким образом вы сможете избежать неприятных сюрпризов. Номер 4. Никогда не соглашайтесь откладывать товар. Если вы когда-нибудь пытались продать что-то в сети, вам, скорее всего, попадались покупатели, которые просили вас придержать плате до завтра, до понедельника, следующей зарплаты и так далее. Конечно, вы можете проявить заботу и отложить товар. Но на самом деле важно понимать, что у этих людей нет перед вами никаких обязательств. Они легко могут передумать и отказаться от покупки через пару дней. А в продажах онлайн время работает против вас. Если есть покупатель, готовый немедленно купить товар, продайте его без колебаний. И не вините себя за то, что отказали человеку, просившему отложить понравившуюся вещь. Номер 3. Составьте описание продукта. От описания продукта зависит судьба сделки. Постарайтесь сделать его идеальным, кратким, но подробным и одновременно содержащим ключевые слова. Мыслите как покупатель, чтобы вы хотели знать о продукте, прежде чем приобрести его. Обязательно расскажите о размерах и состоянии предмета. Иначе люди станут спрашивать вас об этом или вовсе предпочтут пропустить это объявление. Единственное, о чем вы можете не упоминать, это о причинах продажи. В 99% случаев совершенно очевидно, что вам просто нужны деньги. Придумайте броский заголовок и разработайте подробное описание. Избегайте ошибок и опечаток и не используйте заглавные буквы и смайлики, это выглядит непрофессионально. Будьте откровенны, расскажите обо всех недостатках товара, чтобы покупатель не начал возмущаться, обнаружив их позднее. Если у вас сохранилась оригинальная упаковка, этикетки или инструкции, сообщите о них покупателям. Это оправдает высокую цену. Используйте профессиональные сокращения. Хорсост – хорошее состояние, БУ – бывший в употреблении и так далее. Разместите товар в правильной категории или даже в нескольких. Неверный выбор снизит ваш шанс на встречу с потенциальным покупателем. Номер два. Сделайте несколько качественных фотографий. Помните, как вы выбрали отель на сайте просто потому, что он прекрасно смотрелся на картинке, а в результате выглядел так же, как и остальные поблизости? То же правило касается ваших вещей. Конечно, не стоит использовать фотошоп, но качество фото – ключ к вашему успеху. Посмотрите другие объявления и веб-страницы, найдите вдохновение. Попробуйте сфотографировать предмет несколько раз с разных ракурсов. Если вы продаете одежду, обязательно погладьте ее перед фотосессией и убедитесь, что в кадр попали этикетки и ценники. Если вы продаете электротехнику, также сделайте фото гарантийных талонов и инструкции, если они сохранились. Будьте откровенны, сфотографируйте также и дефекты. Это сэкономит вам кучу времени, избавив от вопросов о том, насколько велика та трещина, о которой вы говорили в объявлении. Если вы не можете сделать профессиональные снимки, просто позаимствуйте их на сайте производителя. Они всегда смотрятся удачно среди многочисленных размытых фотографий. Номер один. Не пренебрегайте техникой безопасности. Любая торговая площадка в интернете имеет собственные правила безопасности. Когда вам предлагают с ними ознакомиться, не игнорируйте эту возможность. Советы, которые работают, всегда довольно очевидны. Берегите свои персональные данные. Встречайтесь с покупателями в людном месте или предложите другу пойти с вами. Не приглашайте незнакомцев домой, чтобы посмотреть товар. Если вы продаете электронику, сделайте фото серийного номера. Некоторые мошенники подменяют купленный продукт на бракованный и возвращают обратно. В результате продавец теряет и деньги, и товар. Расскажите о своем опыте. Вы часто продаете вещи в интернете? Присылайте ответы в комментарии. Если вам удалось узнать сегодня что-то новое, поставьте лайк этому видео и отправьте его друзьям. Но постойте! Вы успеете продать бабушкин мотоцикл! У нас здесь более двух тысяч видео для вас. Все, что нужно сделать, это выбрать левое или правое, нажать на него и наслаждаться. Оставайтесь на яркой стороне жизни вместе с Эдми.